Добрый день, утро или вечер, уважаемые слушатели радиостанции «Голос России», с вами, как всегда, я, Константин Косачёв, руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом по международному гуманитарному сотрудничеству, спецпредставитель президента России по связям с государственными участниками СНГ. Мы выходим в урочное время и, как всегда, у нас есть актуальные темы для обсуждения и компетентный гость в студии для того, чтобы эту тему обсудить. Что послужило поводом для сегодняшнего эфира, скажу чуть позже, мы к этому подойдем, но сразу же хочу представить своего глубоко уважаемого гостя Владислав Александрович Фронин, один из самых известных журналистов и, как правильно сказать, медиамагнатов, в смысле профессиональной принадлежности, а не форм собственности. Скажите проще, главный редактор. Главный редактор, одной из главных, а может быть и главной российской газеты под названием «Российская газета», но человек, который всю свою жизнь посвятил этой профессии, посвятил журналистике. И, страшно сказать, еще 25 лет назад впервые занял позицию главного редактора, правда, на тот момент другой газеты «Комсомольская правда». Это было еще в советское время и понятно, чего стоило достичь таких вершин в своей профессиональной деятельности. Так или иначе, Владислав Александрович, главный редактор «Российской газеты», добро пожаловать в студию. И, разумеется, вопросы будут связаны сегодня и с самой газетой, и с тем, как себя чувствует современная российская пресса. Если позволите, несколько слов для наших слушателей, что сегодня из себя представляет «Российская газета», какой у нее тираж, какие у нее полномочия, кто является ее владельцем, издателем, и как она себя ощущает. — «Российская газета» — это такое же средство массовой информации, как и в любой другой стране. Конечно, это мощное издание, это целый издательский комплекс. Мы издаем ежедневную газету, мы издаем воскресное приложение, тираж в воскресном приложении, 3,5 миллиона экземпляров. — А ежедневная газета? — Ежедневная газета — 200 тысяч экземпляров. Мы издаем бизнес-газету для делового мира, мы издаем библиотечку, это библиотечка для, опять же, деловых людей. То есть наша аудитория — это люди, принимающие решения в России. Но мы издаем газеты не только в России, не только для российского читателя. Конечно же, мы сегодня живем век электронной журналистики и обращаем первое внимание на сайт «Российской газеты». У нас ежедневно бывает 500 тысяч посетителей на сайте «Российской газеты». Это новости первые самые, это комментарии из первых уст, это эксклюзивные материалы. Понятно, что «Российская газета», за которой стоит правительство Российской Федерации, — это ваш учредитель. Но я в данном случае говорю, что правительство — это не закрытое акционерное общество, которое сбросилось финансово на издание газеты. Газета получает деньги из бюджета страны, и в этом смысле она как бы принадлежит, не как бы отрочно, а принадлежит гражданам России. Она обязана информировать население страны, граждан России о том, что делает правительство, какие принимает она законы. И в частности, одна из серьезных обязанностей российской газеты — это то, что мы публикуем законы. И только после этого многие из них получают юридическую силу. Да, и они вступают в силу и начинают действовать в стране. Это очень важная функция. Она, можно сказать, такая скучноватая, как к этому отнестись. Но если мы печатаем закон об оружии, уверяю вас, этот закон вызовет очень большой интерес в обществе. Если мы публикуем правила въезда в Россию, это тоже очень серьезный документ. Или мы публикуем правила таможенных сборов. Мы даже публикуем некоторые указы президента, какие дни считать выходными, какими праздничными. Знаете, что в России бывают длинные новогодние каникулы. Вот совсем давно были длинные майские каникулы. Все это печатает российская газета. И самое важное, как переработать этот массив, огромный массив указа, закона, нормативного документа, приказа. Перевести его на нормальный человеческий язык. И людям это будет полезно, по крайней мере, и интересно. В.С. Александрович, сам формат организации вашей работы, то, что вы являетесь государственным изданием, в моем понимании не очень обычный. Может быть, я ошибаюсь. Это что? Это традиция советского времени, когда у нас все газеты были государственными? Или это действительно явление современного времени, которое многие страны могут у нас перенять? Как говорится, передовой ум. В каждой стране, наверное, по-своему устроено. Конечно, рынок средств массовой информации предполагает, прежде всего, конкуренцию частных СМИ. Конкуренция рождает поиск рекламодателя. Конкуренция стимулирует достоверность информации. Потому что, если вам доверяют, значит, вашу газету покупают. Раз вашу газету покупают, к вам идет рекламодатель и так далее. И изначально, как бы, российская газета находится в некотором выигрышном положении, когда она получает деньги из бюджета. Не от подписки, не только от подписки, не только от рекламодателя. Но я скажу, что это всего лишь малая часть. Это государство оплачивает ту площадь газетную, на которой публикуются эти самые законы. А это какая часть? Ну, это одна треть газеты. А две трети – это обычная журналистика. Две трети – это обычная журналистика. Это спорт, это новости, это культура. Это все, что волнует читателей. Вот, говоря об обычной журналистике, какое все-таки влияние оказывает государство на эту обычную журналистику, на вашу творческую работу, на авторскую позицию тех, кто публикует свои материалы на ваших страницах? В какой мере это влияние ощущается и как это выглядит? Вам звонят там откуда-нибудь из какой-нибудь инстанции и говорят, сегодня пишем об этом, а завтра пишем об этом. А вот этот материал нам не нравится, его нужно снять. Такое бывает? Бывает, конечно, все по-разному, и все-таки самое главное, что в российской газете работают журналисты, такие же, как в любых частных изданиях. И мы даже естественным образом обязаны с ними конкурировать. Если мы один раз будем защищать какое-то ведомство, другой раз будем защищать ведомство, если мы превратимся, грубо говоря, в цепного пса правительства, такая газета никому не нужна, поверьте мне. Такая газета не выдержит конкуренции, и это будет пустая трата денег. Мы обязаны дорожить доверием читателя, точно так же, как дорожит «Комсомольская правда», точно так же, как дорожит «Коммерсант». Я называю газеты, которые успешны в России, которые являются частными газетами. И поверьте, мы всегда на планерках начинаем с утра, что, где и как обошли нас конкуренты, или в чем мы сегодня эксклюзивны, в чем мы оригинальны, в чем мы лучше других. И учимся тоже у коллег, поэтому всякого рода звонки, так называемое телефонное право из той эпохи, ну, оно уже ушло в историю, потому что мы живем в новой России, мы живем в демократической России, мы живем в эпоху свободы слова в России. И еще повторяю, если газета не будет выдерживать конкуренции, если газета не будет доверять читателя, такая газета никому не нужна, и это будет просто пустая трата денег, и она быстро вылетит в трубу. А критические материалы в отношении правительства Российской Федерации, вашего учредителя, вы можете себе позволить опубликовать? Да, мы печатаем критические материалы, это наша тоже обязанность, тем более, если появляются какие-то факты, которые требуют того, чтобы они были обнародованы. И правительство на вас не обижается? А правительство, вы говорите... Они же могут вам там денег дать меньше, предположим. Мы все время с вами говорим о правительстве, но правительство это огромная структура, которая начинается с президента, с администрации президента, президент формирует правительство, президент предлагает премьера, премьер выбирает министров. И в этой ситуации есть разные чиновники, есть разные люди просто, есть самое главное, для меня, как главного редактора правительственной газеты, есть люди в российском правительстве и в администрации президента, которые понимают и дорожат, и понимают, что такое газета, что такое средство массовой информации, и что такое доверие читателя, и как нужно им очень бережно, как нужно очень бережно с ним обходиться. Еще повторяю, один раз обмануть читателя, и вы потеряете все. Репутация зарабатывается годами, теряется она, к сожалению, в один день, в один миг. А как, на ваш взгляд, в настоящее время складываются в целом отношения российской власти и российской прессы? Какова степень зависимости, либо независимости прессы от государства? Есть ли здесь какая-то особая российская специфика? Во-первых, во всем мире средства массовой информации проходят очень сложный период. Мы сейчас все больше с вами говорим о печатных средствах массовой информации. Идет серьезное развитие электронных СМИ, электронных носителей. Бумага переходит в цифру. Появляется новая журналистика совершенно. Ну, скажем так, журналистика на уровне глаз. Ведь вот самолет, который приземлился на Гудзоне в Америке, о нем сообщил первый не СНН. На пароме проезжал служащий, достал фотоаппарат и сделал фотографию. Вот он журналист, он репортер, он автор новости. Он на самом деле не журналист. Когда случилась беда, в Домодедово произошел взрыв, первым сообщил не телеграфное агентство Российской Федерации, не Тартас. Первым сообщил владелец кафе, который открыл дверь, взял свой афон, сделал фотографию и выложил ее в интернете. Вот эта вот журналистика, новость на уровне глаз, она приводит в наш мир огромное число людей. Это благо и это одновременно зло. Мы, может быть, к этому еще вернемся, потому что журналистика это, прежде всего, ответственность. Журналист отвечает за свое слово, за то, что он передал правду. Не всегда бывает блогер, не всегда бывает человек, который сделал какую-то фотографию. Ему, может быть, стоит, у него, может быть, желание есть только прославиться, как бы, заявить о себе, сказать, что вот он такой крутой, вот он что-то сумел сфотографировать, что-то выложить. И это порой приводит к страшным вещам. В последнее время участились случаи, то якобы умерла одна известная певица, но на самом деле она жива. То якобы знаменитый борец утонул, на самом деле, слава Богу, он жир дорог. И вот эта вот непроверенная информация, которая гуляет в интернете, она, конечно, наносит ущерб и вредит, но она одновременно подчеркивает, что журналистика изначально, она жива и она востребована, потому что только ответственная журналистика имеет будущее. И в этом смысле российская журналистика, как и вся мировая, переживает такой кризис, что качественная журналистика не востребована читателям. То есть читатель, потребитель не готов сегодня выкладывать рубли, доллар, евро за информацию серьезную, за информацию политическую, экономическую. Его больше интересует некая такая желтая, желтый характер информации. И на поле медийном, в целом и в Америке, и в Европе, и в России, в том числе, происходит смещение, что место качественной журналистики занимает желтая пресса. Это процесс естественный, он, наверное, мы должны как бы эффект маятника переболеть, с тем, чтобы общество во всем мире вернулось и вернулось в состояние, когда его будет интересовать качественная журналистика. Не во всех странах. Возьмем, если мы, например, Японию, там качественная пресса и вот наши партнеры газета «Майнити» имеют тираж 10 миллионов экземпляров. В советское время, вы говорили, когда я редактировал «Консомольскую правду», наша газета «Консомольская правда» входила в книгу рекордов Киннеса. У нас был 21,5 миллиона экземпляров, тираж. Стоило, правда, тогда 3 копейки. Отчасти финансовая проблема, то, что нужно платить за информацию, отчасти интернет, который отвлек на себя очень огромную аудиторию, и отчасти потеря в обществе интереса к обсуждению таких вот серьезных глобальных каких-то вещей, которые влияют на развитие общества. В этом смысле в России, еще повторяю, точно такие же проблемы. Тиражи качественных газет не превышают 200 тысяч экземпляров, а то и 100 тысяч экземпляров. Это при миллионных-то тиражах в советское время, да? Конечно, это болезненный процесс. И одновременно идет вал и появление новых и новых желтых газет, желтых еженедельников, сайтов, где публикуется непроверенная информация. В курьерном случае на одном из сайтов было напечатано майка президента Украины, Дуя Януковича. Ющенко. Ющенко, да. Как бы я не относился к Ющенко, да, но когда я вижу в интернете, что Ющенко дарит майку, на ней написано «Убей Москаля», ну, не поверю я, что президент серьезной страны, серьезный человек может сделать такую майку и может сделать такую надпись. Но тем не менее одна серьезная… Это был фотомонтаж. Это был фотомонтаж. А российская газета качественная все это напечатала. Вот видите. Не вы, не российская газета в Кауисках, а одна из российских газет. Одна из российских газет. Да, одна из российских газет. Нет, это не мы. Но я еще повторяю, что интернет это все-таки вещь революционная, безусловно, за ней будущее, но в основе должна лежать журналистская ответственность и журналистская профессия. Один из очень громких сюжетов последнего времени, это конфликт между одной российской газетой, я имею в виду «Московский комсомолец», и одной политической партией, я имею в виду «Единую Россию». Вещь, я думаю, нашим радиослушателям понятна, о чем идет. Вот, ваша личная позиция в этом конфликте, где была? Вы на стороне тех, кто напечатал эту статью, или на стороне тех, кто посчитал ее оскорбительной? Видите ли, в чем дело, ни один редактор не будет комментировать решение другого редактора, это не мои функции. Я вам задал вопрос о вашей личной позиции, облегчая ваш ответ. Я понимаю, слово проститутки не самое удачное слово по отношению к женщине, тем более слово напечатанное в газете, возможно, нужно было подобрать другое. Но дело, в конце концов, все-таки не в слове, а дело в реакции. И тут я для себя ничего нового, к сожалению, не вижу. Так было в советское время, так было в первые годы перестройки, так было в 90-е годы, так, к сожалению, и происходит и сейчас. Наши политики, российские политики, к моему величайшему сожалению, не могут усвоить одно простое правило. Если ты вышел на ринг, то тебе ничего не должно мешать. Ты сознательно выходишь на политический ринг, и ты говоришь, что я публичный человек, я открыт для критики, я открыт, пусть даже, с перехлёстом карикатур. Мы с вами знаем, наверное, массу примеров, в частности, вот германский пример, я собираюсь это сделать и косвенно, как бы, ответить на ваш вопрос. Один политик немецкий собрал карикатуру на себя, он не отбирал там мягкие, не мягкие. Не фильтровал. Не фильтровал. Издал книгу, и теперь это его сувенир. Он дарит журналисту, он говорит, пожалуйста, вот карикатура на меня. Надо привыкнуть и понять нашим политикам, ещё раз повторяю, что это естественное состояние. Что же касается, естественное состояние, что вас будут критиковать, что на вас будут писать карикатуры, потому что вы в центре внимания. Каждое неловко сказанное слово, каждый неловкий жест, каждый неловкий какой-то комментарий и так далее, вы контролируете сами себя, и вы не даёте повода журналистам. Другое дело, что журналисты тоже прекрасно понимают, что у них есть меры ответственности и есть культура журналистики. Один из самых первых заголовков. Вот наступила полная свобода. Нет ЦК КПСС, нет ЦК ОКСМ. И в одной молодёжной газете появился такой заголовок про человека. Помните, у нас управляющий делами, по-моему, ЦК КПСС покончил жизнь самоубийством и выпрыгнул из окна. И меня очень покоробил заголовок в молодёжной газете, был звучал он так. «Ещё один выпрыгнул из гнезда». Как бы вы ни относились друг к другу, какие бы ни были антагонисты, какие бы ни были противники. Это трагедия. Это трагедия человека, и есть черта, за которую журналист не может переходить. Но даже в этой ситуации политик должен быть выше журналиста. Владислав Александрович, я хотел бы во второй части нашей программы рассказать о том поводе, который сегодня нас собрал в студии. На прошлой неделе в редакции российской газеты состоялось пленарное заседание, такая ежегодная встреча зарубежных газет, партнёров международного проекта российской газеты, которая называется «Russia Beyond the Headlines». Для тех, кто не знает английского, примерно переведу «Россия за заголовками». Поверх заголовков. Поверх заголовков, да. Вы не могли бы рассказать, что это за проект, когда он появился, ради чего он появился, и кто являются партнёрами российской газеты в этом проекте? Там, по-моему, на этой конференции есть такие цифры, 27, 21, 16. То есть 27 изданий, 21 страна, 16 языков. И это масштаб проекта, это наши партнёры во всех концах света. Начиналось это в 2007 году с Daily Telegraph, с Washington Post, с New York Times. То есть это крупнейшие мировые издания. Крупнейшие мировые издания, да. А мелочи вы не размениваетесь. У вас партнёры столь же серьёзные, как и российская газета. Да, мы в принципе, вы сами говорите, что российская газета там главная газета, хотя главной газетой страной надо быть прежде всего не по статусу, а по таланту, по оперативности, по глубине комментариев. И я надеюсь, что... Я вас провоцировал на этот комментарий тоже, и вы его совершенно правильно сделали. И мы стремимся к тому, чтобы быть действительно первыми с точки зрения оперативности, точности и глубины комментариев. И, конечно, мы ищем в других странах партнёров, которые рассказывают о России по-своему. И это не значит, что мы не доверяем их рассказам. Вот вы говорили, спрашивали меня о состоянии российской прессы сегодня. Проблемы общие. Финансовые, в первую очередь, качественные прессы в тех же Соединённых Штатах Америки испытывают сильнейшие затруднения. И они вынуждены закрывать карпунты. Они вынуждены закрывать карпунты во многих странах. Я был поражён во время недавниистрической коллегами. Как же вы работаете, когда вы нанимаете стрингеров здесь, так сказать, да? Людей не очень квалифицированных, а ведь всегда славилась американская, немецкая журналистика, французская, итальянская. Этот корпус собственных корреспондентов – это замечательные люди, которые знают Россию, знают прекрасно проблематику страны. Когда человек с лёту, с налёту начинает писать о стороне, оно доходит до смешного. Доходит до смешного. Помните, у нас было жаркое лето, очень сильно жаркое лето было в России, и одна американская газета пометила такой репортаж, что по центру России ходят голодные медведи, потому что всё сгорело, и вот они вырывают могилы и съедают труп. Ну, несерьёзно это, несерьёзно, не уровень это журналистики. Ещё повторяю, я не хочу обидеть, оскорбить своих коллег, мы переживаем общие проблемы, и мы делаем шаг навстречу и американским, и английским, и французским, и итальянским журналистам, предлагая свою версию, как мы видим развитие экономики в России. Мы рассказываем предпринимателям западным в данном случае об условиях ведения бизнеса в России, не только. Мы рассказываем о культуре, потому что культура востребована во всём мире российская, это наша гордость. Мы рассказываем о спорте, спорт сближает, извините за банальность, и спорт сегодня очень интересен, тема потрясающе интересная, и в России он тоже интересен, и он тоже востребован. И вот таким вот образом, с достаточной регулярностью, у нас выходит наше приложение «Россия поверх заголовков» на всех континентах, не только в Англии, в Америке, в Латинской Америке, и в Азии. Везде, кроме Африки. Везде, кроме Африки, да, наверное. И ещё, знаете, что очень важно, например, вот мы с японцами новый формат развиваем, газета «Майнити», мы провели вместе бизнес-форум, с нашей стороны это был министр Сибири и Дальнего Востока Ишаев, и мы давали объявления в газетах и приглашали бизнесменов на этот форум, и были по-хорошему наши коллеги удивлены, что зал был полон. Это были серьёзные политики, а вы знаете, что отношения Японии и России в последний период были далеки от регулярных, далеки от нормальных, и вот в этот момент две газеты проводят такой форум, это ещё и организаторские тоже очень важные вещи. Но были случаи другие, были случаи другие. Например, вспомним агрессию Грузии, тогдашней Грузии, в отношении Абхазии. И нужна была оперативная, точная, правдивая информация. К сожалению, наши коллеги в тот момент не оказались на высоте, и наши 4-8 полос в «Дейли Телеграф», в «Вашингтон Пост», в других газетах, они были востребованы. Они давали несколько другую картину для западного читателя, который мог сравнить. Плюс, мы же не только вкладки делаем, мы выходим с основной частью сайтов этих газет. Вы правильно заметили, это респектабельное, это солидное, это серьёзное издание в своих странах, это уважаемое издание. И нам очень важно, чтобы это было не просто вот так вложено и выброшено. В Индии 100% знают о том, что и читали когда-нибудь. Во Франции 70% знают о наших вкладках. Это достаточно высокий процент читателей, которые интересуются, что пишут русские о русских. В этом есть даже, я бы сказал, некий такой читательский интерес. Я вот читаю французского, а дай-ка я почитаю русского. А содержание вот этих вкладок, это материалы из, собственно, российской газеты, которые переводятся и зеркально воспроизводятся на другом языке? Или это специальные материалы? Это специальные материалы и это специальная редакция. Это специальная редакция, это специальные ребята, как правило, люди, пришедшие из МГИМО или люди, работавшие с Абкорами в тех странах. Более того, у них есть коллеги-субредакторы, с которыми они работают в тех странах, где уходят вкладки. Понимаете, однажды в истории был такой случай замечательного немецкого редактора. Купили, чтобы он издавал немецкий журнал в Испании. Он был великолепный редактор, но его дело не пошло. Потому что, чтобы издавать испанский еженедельник, нужно быть, ну, не просто испанцем. Надо же понимать испанский характер, темперамент, игру слов. И вы знаете, что наши тексты, которые готовят журналисты из разных изданий, в том числе и из информационных агентств, они потом адаптируются носителям языка, а вот уже подача, в этом нам помогают наши коллеги, испанцы в Испании, французы во Франции, итальянцы в Италии. Потому что подать заголовок всегда, это очень важная вещь. Можно я вашим коллегам устрою маленький такой экзамен, если бы дам заголовок из русской газеты, да? Вот, «Талант бьет ключом». Ну, как испанец, как, я не знаю, англичанин поймет, о чем этот материал? «Талант бьет ключом». На самом деле, русские люди знают, что в гостиницах такой вот, чтобы ключ не уносили, был такой набалдашник. И приехал актер, артист, и ему не понравилась консьержка, как себя вела там на этаже. И вот он ударил ее этим по голове. А с другой стороны, если выражение русское «талант бьет ключом», то есть талант энергичен, он очень производителен, он много пишет, он много сочиняет музыки и так далее. В каждом языке есть свои нюансы. Хорошо, тогда такой провокационный вопрос, Владислав Александрович. Вот когда вы пишете здесь, в России, на страницах российской газеты для российского читателя, его, конечно, не проведешь, он видит то, о чем вы пишете. Когда вы пишете для француза или для китайца, он не видит того, о чем вы пишете, если речь идет о материалах, описывающих российскую жизнь. Не возникает ли соблазна у ваших авторов, которые специально пишут для этих изданий, создавать некую потемкинскую деревню образа современной России для внешнего потребления? Вас не обвиняют в том, что вы являетесь пропагандистским изданием, работающим на государство по его заказу? Я понимаю, о чем вы говорите, понимаю. В самом начале так у нас и было. Благое желание, раз уж мы пришли в New York Times, раз уж нас читают в Америке, давайте-ка мы расскажем, как у нас все хорошо. Давайте-ка мы расскажем, как у нас все замечательно. А с другой стороны, не кажется ли вам, что в последнее время пошла такая тоже мода, а давайте писать, как у нас все плохо. А давайте писать, как все отвратительно и так далее. Ничего казаться не должно, это очевидно. И наши зарубежные коллеги, как российские, у них так же одна голова, у них две руки, два глаза. И все зависит от таланта и от желания этого журналиста. Он может увидеть одно, а может увидеть другое. Он может заметить хорошее, а может заметить только плохое. И вот мы всегда же помним о том, что мы не одиноки в этом мире. Далеко не одиноки. Тут написал английский журналист, тут написал американский журналист. И если мы будем сейчас с вами живописать потемкинские деревни, да над нами просто тот же журналист из Нью-Йорк Таймс или тот же журналист из Дэйли Телеграф так отопчется, так смешает нас со всем, чем только может смешать. Еще раз говорю, это ответственность, это серьезность, это солидность и это факт. Прежде всего факт. А вот упрямая вещь. Когда вы сообщаете, что налоги такие-то, погода такая-то. Пробежал 100 метровку так-то. Установил такой-то рекорд спортсмен, поставил спектакль, вот так-то играет, пожалуйста, посмотрите. Что Большой театр это не только скандал с серной кислотой. И для английской аудитории, для нашей будет очень интересно знать, с чем приедет Большой театр, с каким репертуаром, какие там будут актеры. Но если вся пресса превратилась в серую кислоту и выяснение отношений между двумя актерами, скандальная, неприятная история. Но нельзя сводить только всю историю. Большой театр, он не об этом на самом деле. Большой театр на самом деле не об этом и он значительно богаче. И если мы в своих вкладках, Дэйли Телеграф, еще раз повторяю, предваряя гастроли, расскажем о том, с чем приедет Большой театр, кто приедет. А там, на мой взгляд, в Лондоне умеют ценить искусство, искусство Большого театра. Они будут только благодарны. Поскольку аудитория у нас зарубежная, я позволю себе закончить нашу беседу лозунгом советских времен. Спрашивайте в киосках страны. Я предлагаю всем нашим слушателям спрашивать в киосках тех стран, где они проживают. Приложение к российской газете Russia Beyond the Headlines по-английски. Там есть, наверное, другие интерпретации на других языках России над заголовками. Приложение, которое объективно и честно рассказывает о нашей стране, о ее внутренней политике, о ее внешней политике. Это один из редких примеров того, как Россия начинает овладевать современными технологиями мягкой силы, без которых никакое современное государство существовать уже просто не может. Спасибо большое. Я еще хочу напомнить, что есть интернет и паутину мировая. И нет никаких проблем из любой точки мира зайти на сайт российской газеты и прочитать все эти материалы. В том числе на своем родном языке. На английском, на китайском, на японском. Спасибо. Владислав Александрович Фронин сегодня был гостем в студии «Голоса России». Главный редактор российской газеты. Издание, точнее, правительства Российской Федерации. Но печатного органа независимого в своей деятельности и придерживающегося самых высоких канонов журналистской этики и журналистского профессионализма. Спасибо, Владислав Александрович. А нашим слушателям я бы хотел напомнить, что с вами, как всегда, был я, Константин Косачев, руководитель Россотрудничества и спецпредставитель президента России. Смотрите нас, слушайте нас, спорьте с нами. Но самое главное, будьте с нами. До новых встреч в эфире. «Голос России» представляет. Авторская программа «Разговор с Константином Косачевым». «Разговор с Константином Косачевым». «Разговор с Константином Косачевым». «Разговор с Константином Косачевым». «Разговор с Константином Косачевым».